Ребята, доброе утро! Хоть и пишут все не по году, в очередной раз выехать решил на судака попробовать, потому что это у меня уже за эту неделю будет третья рыбалка. Две предыдущие были вообще абсолютно безуспешные. На неделе, значит, выезжал в пайзу половить, ну, с пирса как бы. Буквально на каком-то изначальных забросах случился зацеп. Ну, катушка у меня была никакая. Вытягивала кольцами леску постоянно при забросе. Соответственно, там уже в леске было много узлов, и где-то она посредине уже остатки плетенки оборвал. Ну, и заброс стал метров тридцать, наверное, не больше. Я плюнул, смотался, уехал, половил всего где-то полчаса. Ну, и вчера вот в субботу я ездил, уже на лодке выходил. Где-то в канал вышел я где-то в начале двенадцатого, простоял где-то до начала четвертого и видел вроде как непонятную поклевку. Может быть, ее и не было. Может быть, это имитация какая-то была непонятная. Ну, и, конечно же, я не стал монтировать видео по вчерашней рыбалке, не по той, которая у меня там была на неделе. Ну, все, лодочку надул, спустил уже на воду. Сейчас бахну чайку, и как только чуть-чуть начнет светать, буду выходить. Так вот, ребят, у меня уже пару раз обращались с просьбой, чтобы разбавить как-то видео, рассказывать анекдоты. Ну, как бы вчера я подготовил анекдот, но из-за того, что рыбалка была, никакая видео выпускать не стал, поэтому вот смотрите, вставлю его сейчас. Но подписчики этого канала, люди, я так понимаю, все взрослые, поэтому надеюсь, что ничего страшного, если там немножко будет проплескивать, как бы нецензурная лексика. Ну, анекдот есть анекдот. Без этого анекдотов смешных практически на 80% становится меньше. Поэтому смотрите. Дорогие товарищи, ну, что особенно хотелось бы отметить в этой пятилетке о наших достижениях? Ну, то, что наконец-то мы построили такую дорогу, потому что старые дороги ездить были невозможно, дети школы ходить не могут, вскоре и помощь не мог больному проехать, потому что на этой старой дороге были одни сплочные ями. Голос сзади подсказок. Голдомины. Голдобины. Выборины. О, тут товарищ из комсомоля верно подметил, что один дочери фиман на этой старой дороге. Ветерок, значит, такой задувает, уже такой добрый. В машине сидишь, этого не ощущаешь. Сперва поклевка за утро. Какой удар конкретный прям был. Блин, и хвостик отпустил. Жаль у меня этих приманок-то не густо, честно говоря. Блин, опять снова. Поклевка, ё-моё. Четкая вообще, блин, ребят, видно, может быть, по кончику трындеет. Так и отдай спиннинг. Блин, сошел, ё-моё. Блин, хороший судак будет. Да, трындец, вообще, жесть. Что-нибудь, уже сегодня четвертая поклёвка, и все холостые. Блин, опять поклёвка, ё-моё. Трындец. Тут только сошел, другой принял. Фу, душа в пятках. Нет, это был хороший судак, я у него, блин. На приманку посмотреть, что у нас ничего-нибудь. Ну, приманка вот, особенно, разодранная. То есть, получается, по крайней мере, не забагрил, скорее всего, точно не что. Значит, всё-таки поклёвка в рот была, по крайней мере, не прижимал. Блин, не пробился, походу. Протащил его, прокатил метров, наверное, 10. Поклёвочка, ребят. Чего-то хорошее. Снова. Надо, надо, подходи ближе. Добрый судачок. Да, ребят, добрый судачок. Я думаю, что-то недалеко до полторашки. Да, ребят, вот такой вот судачище. Но, судя по всему, у него тут судя по всему, это мамка. Что пузо, смотрю, такое наливается. Поэтому в моих личных правилах мам их отпускать. Спасибо я за поклёвочку. Вот работала моя проверенная уже не первая рыбалка-приманка жёлто-красная. Вот пришло время испить чайку. Ваше здоровье. Поклёвки и тачки ещё идут, причём регулярно. Но есть такой закон подлости. Я взял, забыл в машине флешки. Но тут столько народу, попробуем вроде переправиться совсем недалеко. Правило такое. Жопу поднял, место потерял. Народу тут немерено стоит. Да, ребят, поклёвочки продолжают. Тут всё такие редкие, конечно. Но такие зато, блин, зачастую отдай спиннинг. Чёрт, ребят, был ещё один исход, ё-моё. Офигеть, мой. Причём подвис такой конкретный. Так, приманка тоже была новая у меня вот эта. Но следов никаких нету. Может быть прижимал, фиг знает. Но поклёвка вроде как чёткая. Афиг там, на спине есть. Отметено. Есть, нашёл. Значит, не совсем прижимал. Зараза такая, ё-моё. Кстати, ребят, я уже привык так приманку насаживать за бошку. Уже, по-моему, я уже забыл, когда я насаживал правильно. Раньше я как-то чередовал. Сейчас, сейчас вообще перестал этим заниматься. Ловлю только так. Потому что очень часто меняю приманки. Примерно через каждые 3-5 забросов у меня идёт смена, если нет поклёвок. Даже если поклёвка есть, 5 забросов после неё примерно. Ну, там плюс-минус нет поклёвок. Соответственно, я приманку уже меняю. Всё равно пытаюсь что-то её разловить ещё. Ну, сейчас вот ближе к обеду, конечно, поклёвок, конечно, стало гораздо меньше. Но, тем не менее, они случаются регулярно. По крайней мере, рубалка не даёт особо расслабиться. Адреналин в крови... Блин, по-моему, было опять. Ё-моё. Триндзец опять, ребят, поклёвка была. Подвис тоже. Так что адреналин в кровь постоянно подкидывается. Из этих неожиданных поклёвок. Ребятки, поклёвка очередная. Причём, как только сказал, ребят, что одеваю... О, нифига себе. Как только сказал, что резину привык одевать так, как одеваю, тут же, со следующего заброса, решил переодеть её, как положено. И тут же поклёвка. Красавчик. Зачётненький, хороший судачок. Закилошный точно. Вот такой вот красавчик. Ну, килушка в нём точно будет. Но этого уже возьму. Сегодня на жарёху. На вечер. Причём, правда, ребят, только-только сказал, что уже забыл, когда одевал приманки, как положено. И тут же пришла идея, почему я перестал так одевать. Уже как в порядке вещей вошло у меня такое. Поэтому классно. Рыбалочка, конечно, сегодня в отличие от вчерашней просто бомба. Ребятки, ещё одна поклёвочка. Причём, две было за эту проводку. Ну, сначала тычок был, я попробовал подсечку сделать, нифига. И тут же буквально накоснулся снова поклёвочка. Хороший судачок. Хороший. Чётко, вроде, поклёвка. Да, прям, конкретно классическая. А, судачище. О, какой здоровый, ёмой. Красавец. Жаль, конечно, нет безмены. Но я думаю, что это в районе полторушки. Да, огонь, рыбалочка. Сегодня классно. Вот тебе и декабрь месяц. Причём, чётко, классическо. За верхнюю губу больше всего. Мне нравится, когда такие поклёвки. Сама поклёвка, вот эти моменты, ощущается классно. Да, вообще офигеть. Кстати, ребят, разжился тут катушечкой. Микада, как-то, Вильсин, фиг знает. Вот. Потому что у меня, честно говоря, предыдущая была, недорогая, там, китайская какая-то. Это было трэш какой-то. Для начала я купил хороший гёстиновский шнур восьмижилку. Я его ухреначил всё так. Её, получается, снизу достаёт кольцами, снимает и всё. Причём, одна катушка такая была, другая, причём, тоже Микадовская была. Так точно такой же хернёй страдала. Короче, а, ну да, кстати, сперва на Микадовской угрохал весь шнур гёстиновский. Потом взял попроще шнур, но восьмижилку китайскую, правда. Ну, хорошая восьмижилка, мне она очень нравится, хоть и китайоза. А немножко сама по себе жестковата. А полёт у меня, конечно, не как у Гёстона. Чуть-чуть похуже. Ну, и цена, правда, в четыре раза дешевле. Так вот, я второй день сегодня ловлю. Я не знаю таких мучений. Как я до этого мучился с этой какой-то у меня... Не помню название, но какая-то китайщина, короче говоря, была. Ребят, ещё одна поклёвка была. Какая-то что хорошая, бенрыбы. Эй, ё-моё, сход. Триндец. Жаба душит. Прям реально чувствовал, что что-то такое увесисто. На крючке висит. Блин, засада. Опачки. Смотрите, как приманку отгрызнула. Офигеть. Вот это сейчас поклёвка. Конечно. Прям за к самой кончику. Рыба чувствовалась прямо конкретно увесистая, блин. И всё, и всё вот эта приманка. Работа синяя-салатовая. Вот на неё я сколько уже ловлю. Как бы, наверное, ну, сейчас, наверное, на неё поклёвок, блин, я не знаю. Но спиток точно на неё было. Блин, прямо жаба духает. Ребят, снова поклёвка чёткая была, блин. Вот сейчас другую приманку пересадил. Ну, чуть-чуть другую, в принципе, по окрасу похожую. Но, тем не менее, была, блин, сейчас конкретная поклёвка хорошая такая. Ну-ка, приманка там живая, интересно. О! Вот ещё один убит. Да. Блин, жалко. Так, что, блин, сегодня рыбалка, конечно, бомба. Блин, зараза такая. Поклёвка была. Вообще, ребят, сегодня поклёвок немерено. Причём, столько их холостых. Чёткие, уверенные, тычки, блин. Душу я отвёл, конечно, сегодня рыбалочкой. Причём есть, бывает... Причём тычки были такие, что... Начиная от от дай спиннинг, кончая просто нежных таких вот, можно сказать, плотвиных ударов. Поклёвка. Фигаси, хорошее что-то, неплохое. Фигаси. Дождяра ещё этот палил. В принципе, дождь-то пофиг. Фигаси. Причём. прижимал зараза такая хороший судачок тоже отличный сошел ну ладно мне уже на сегодня рыбы хватит поэтому я его и так отпустил отличный просто судачок что да блин отличный судачок еще за подборок я честно говоря думал что там намного крупнее по ощущениям да офигенная рыбалка сегодня конечно ну это судака по крайней мере засчитаю как пойманного желал бы выволочь всех судаков можно сказать имел бы с собой пацан мало того что руку не хотелось мочить можно было бы его схватить не за головку поэтому в принципе я считаю что он пойман все таки тем более я все равно уже планировал отпустить два судака я взял мне их вполне хватит на жарюху себе одного пожарить свеженького вечером и родственников угостить я считаю этого достаточно поклевка опять ё-моё триндец поклевка ё-моё триндец какой-то душа в пятки когда подвис она как-то не так вот все таки а вот когда вот именно тычок легкий такой спинник блин ух сразу душу уносит куда-то но все равно сегодня рыбалка рада тем что все таки подвисов сегодня меньше а все равно все таки тычки конкретные поклевки вот в этом и есть сегодня удовольствие поклевка ой матом ругаюсь вот поэтому частенько приходится поклевки вырезать все не воткнешь нифига видео когда вот неожиданно происходит поклевка блин обязательно ругнешься матом знаете какого труда стоит удержаться от высказывания это сейчас немножко научился раньше так вообще бы все про все поклёвки 5 поклёвка блин увидите научился участничок будет четки такой легкий лифе на четки блин значит сегодняшние фавориты по поклевкам то не откушенные хвосты разодрала вот хвост немножко вот ну вот на это вообще я сегодня вообще свернуне больше всего поклёвок только на эту приманку не менее десятка был αποтывал как всегда вот это желтый красный будет тоже у него все утра она мне дала вот сейчас меня было поклевку на такую же приманку надо мне хвост еще откусила утром вот это мне было единственная буквально эту корешу поставить проверить с третьего заброса откусила хвост ну и на эту как бы не первый раз происходит прикрыты но самое конечно сегодня вот эта тема руля вообще но ура так что все испорченные приманки пойдут в переплавку, короче по этим приманкам оставлю ссылочку в описании. Ребят пришло время заканчивать, но сегодня уже скоро стемнеет. Рыбалочка сегодня конечно огонь, хотя есть грустные моменты по типу вот я стою здесь перед фарватером, ветер мне как бы стоит кидая на фарватер, ветер дул все время в спину, так вот у меня постоянно проплывали, то пивная банка проплывала с утра, то потом пачки из-под сигарет, то всякие обертки из-под конфет, но ребят честно говоря в нашу современную эпоху толерантности я не удивлюсь если гондон проплывет в скором времени. Ну вот ребята все, собрал вещички, загрузил лодку, еду в сторону дома, значит что по сегодняшнему дню сказать, значит рыбалка сегодня просто бомба, вообще супер, я весь под эмоциями, под весь под впечатлениями, клевала сегодня весь день, судаки все нормального размера поклевывали, то есть четыре я поймал, ну два взял, будет у меня сегодня вечером жареха вкусная, было несколько хороших сходов, причем один из них там, блин, очень хороший судак, я думаю скорее был задвушки, вот сошел у меня, но очень много холостых поклевок, я наверное после 15-й примерно сбился со счету, то есть несколько откушенных хвостов, поврежденных приманок, причем поклевок примерно процентов 80 именно такие, что вот именно тычок, причем неожиданно, поэтому все это было на эмоциях, хотя я даже пытался экономить место на флешке, очень много поклевок попало в кадр, но я их не буду выкладывать, потому что поклевки все такие эмоциональные, неожиданные и практически половина поклевок сопровождается, ну каким-нибудь нецензурным словом, ну и просто пустые поклевки выкладывать в видео, я считаю, не имею смысла, потому что ну как бы их будет очень много и видео будет просто растянутое, ну и под занавес расскажу еще один анекдот, значит встречаются два друга, ну и общаются один другому, ты знаешь, однажды ко мне во сне пришла добрая фея и говорит мне, выбирай, чего ты хочешь, хорошую память или большой член, ну и ты что, знаешь, я даже уже и не помню, что я тогда выбрал, ладно, ребят, всем желаю рыбалок намного более удачливых, чем у меня сегодня, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и до новых встреч на водоемах!